Первый примерчик – это сервис, называется Acquounted. Это сервис для создания викторин, которые имитируют чат-бот. Ну, как будто вы общаетесь с собеседником. Вот, пожалуйста, ссылка на мою работу, что у меня получилось. Итак, возвращаюсь к презентации. Давайте смотреть. Сервис, как вы видите, англоязычный, но очень простой. Если вы хотите очень быстро и просто создать что-то похожее на чат-бота, то вот этот сервис, пожалуйста. Он конструирует чат-ботов для сайтов. То есть вы можете этого чат-бота подселить на сайт. Правда, он будет отображаться вот именно как чат-бот в правом нижнем углу. Если, ну, можно его и вот прямо вставить на сайт и в блок, прямо вот в середину поста, в середину какой-то страницы. Просто надо воспользоваться генератором кодов, и такая опция тоже возможна. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Регистрация, конечно, в этом сервисе. Конструктор выглядит очень просто. Здесь всего три вкладки. Gritting, синенькая сейчас нажатая, questions, вопросы и settings, настройки. Gritting – это приветствие. То есть здесь мы прописываем, как будет называться наша викторина, какое-то приветственное слово, которое в начале будет викторины, и прощальное слово в конце. Сохраняем и переходим к следующему этапу. Непосредственно к самим вопросам. Вопросы здесь очень простые. Вопросы, несколько вариантов ответов. Причем здесь, как мы видим, не отмечается, какой ответ правильный, а какой неправильный. Это все прописывается в разделе «Респонс», «Обратная связь». То есть в «Обратной связи» мы как раз и пишем, ответ верный или ответ неверный. Ну, а дальше переходим к следующему вопросу. Здесь все автоматически настраивается. То есть здесь нет такой вот разветвленной системы. Здесь просто тебе сообщают, что ты ответил неверно. Плюс здесь можно вместить какую-то дополнительную информацию. В поле помещается до 200 символов. То есть можно еще, плюс к тому, что сообщаем правильно или неправильно, можно еще дополнительно какие-то сведения сообщить по этому вопросу. Такую познавательную страничку сделать. Ну, сохраняем это все и переходим к следующему вопросу. Внизу кнопочка «Add answer» зелененькая. Означает добавить новый ответ. Новый вопрос, новый ответ. Обязательно каждый вопрос приходится вручную сохранять через кнопочку «Дан». Таким образом конструируются вопросы. Ну и на последнем этапе настройки. Здесь настраивается фон, шрифт, кнопки, шрифт на кнопках, фон для кнопок и тому подобные вещи. По умолчанию все будет в серых тонах. Если хотим раскрасить, то есть палитра. Можно выбрать из этой палитры подходящий вариант. Обязательно нажимаем на кнопку «Save» сохранить. Ну и дальше получаем вот такую вот страничку, где можно через кнопочку «Share» получить ссылку, а через кнопочку «Script» получить код, чтобы устроить этот конструктор на свой сайт или в свой блог. Это совершенно бесплатная конструкция, совершенно бесплатный сервис, без ограничений работает. Здесь все достаточно просто, буквально, ну не в три клика, но достаточно быстро можно создать такого простого чат-бота и попробовать викторину с его участием. Вот несколько слов об этом сервисе. Перепрыгнула я в вебинар, пока сообщений не видно. Вот вопросов. Значит, тогда переходим к следующему. Если нам все-таки нужно что-то посложнее, то есть хочется разветвленную структуру, то есть в зависимости от того, как отвечает игрок, будет следующий вопрос предлагаться. Если он ответил верно, будет такой вопрос, если неверно, то другой вопрос. Спасибо.